Хеллоу, я Тим, и сейчас я буду толком, моя задача передать идее автора и его вайба, всё остальное я вынесу за скобки. Больше опаздывать не буду. Let's go! Прошло почти два года, как Sony выпустила отличные наушники WF-1000XM3 Earbuds с лучшим шумоподавлением и качеством звука, как у любых настоящих беспроводных наушников того времени. Но с тех пор много времени утекло, и мы видели такие продукты, как AirPods Pro и наушники Bose QuietComfort. Сегодня нам доступен целый набор наушников с шумоподавлением по низким ценам, такого никогда не было. Но теперь Sony вернулась, и позвольте мне это сказать, ожидание того стоило. Новые наушники WF-1000XM4. Да, названия лучше не стали, но зато появилась цена в 279 долларов, они много просят. Но если вы готовы расстаться с такими деньгами, то вы получите лучшее шумоподавление, которое я когда-либо только слышал. А также здесь невероятное звучание, отличное время работы, и, наконец, наушники получили водозащиту. Щёлк, щёлк, щёлк. Новые наушники на 10% меньше, чем 1000XM3. Если говорить о цветах, то есть классический чёрный с золотыми вставочками, а также есть белый с серым. Но вот кейс стал сильно меньше и компактнее, минус 40% от предыдущей модели. И вы почувствуете эту разницу, когда положите кейс в карман. Однако теперь всего один светодиод на кейсе, на самих наушниках нет, вы не сможете узнать, каков их заряд. Но, возможно, такое было сделано в пользу меньшего дизайна, меньшей формы, наверное так. Я бы хотел начать именно с ушных вкладышей. На них обычно не обращают внимания, но у Sony получилось сделать что-то необычное, а тут смесь силикона и пены, и они отлично лежат в моих ушах. Думаю, поэтому их называют вкладышами с шумоизоляцией. Sony в них настолько уверена, что положила всего три комплекта. Хотелось бы, конечно, побольше, при такой цене-то, да? Но большие мне подошли, так что не буду жаловаться, всё окей. 1000XM4 не дешёвый, поэтому я легко их беру на пробежки, либо даже в поход. У наушников теперь есть защита по типу IPX4, это защита от воды и от влаги. Вы уверенно можете в них потеть, ничего не случится, а также вы можете бегать под дождём, они не намокнут и выживут. Главное следить, чтобы кейс был сухим. Эти вкладыши и новый процессор V1 дарят наушникам отличное шумоподавление, такое, которого я ранее никогда не слышал. Важное уточнение, никогда не слышал в наушниках такого типа. Так что, Боус, вам самое время подвинуться, и я не преувеличиваю, когда я говорю, что они очень приближены по шумоподавлению к полноразмерным наушникам Sony 1000XM4. А ведь у них есть огромное преимущество, они закрывают все уши целиком. Когда я приходил в кафе, либо выходил на улицу и нажимал на клавишу, всё вокруг меня буквально испарялось. И я с уверенностью могу сказать, что шум метро тоже исчезает, и это гораздо лучше работает, чем в AirPods'ах, либо в Bose. Бэка взяла эти соньки с собой, и они прошли испытания полётом. Это годные девайсы и большое техническое достижение с точки зрения Sony. Тут есть даже режим прозрачности, можно нажать на левый наушник и услышать, что происходит вокруг. Sony оставила эту фишку с затуханием. Когда вы нажимаете на наушник, всё вокруг становится сильно громче, а музыка затухает. 1000XM4 также получили фишку Speak to Chat. Эта фишка есть даже в полноразмерных наушниках Sony. Когда вы начинаете говорить, музыка становится тише, а всё вокруг громче, ну, Ambient Mode начинается. Если вы частенько с собой разговариваете, лучше выключить эту фишку. Теперь поговорим о качестве звука. В Sony мне сказали, что наушники умеют подстраиваться под тип играющей музыки. И хотя XM4 не сильно отличаются от XM3 по звучанию, всё равно здесь бас чуть жирнее. У вас всё ещё есть эта качественная привилегия, они играют лучше, чем AirPods Pro. Мне нравится настройка соневских наушников. Они играют точно лучше, чем Sennheiser Momentum True Wireless 2. Очень легко утонуть в настройках с этими наушниками. Впервые в этой серии Sony добавила поддержку LDAC. Так что вы можете стримить музыку в высочайшем качестве с Amazon Music HD, либо же в скором времени со Spotify и Apple Music. При этом это будет высочайшее качество для наушников такого типа. CD всё ещё лучше, чем в наушнике беспроводные, потому что LDAC поддерживает максимум 900 кбит в секунду. При максимальном качестве соединение может быть нестабилен, так что я придерживаюсь средних значений. Но главный вопрос, есть ли разница между максимальным качеством и средними настройками? Как по мне, да. Low Slice музыка более чистая и глубокая. И, кстати, LDAC доступен только на Android. При этом на iPhone XAAC качество тоже неплохое, звучат отлично. Теперь очень важный момент время работы, и Sony здесь смогла удивить. 1000 XM4 могут работать 8 часов подряд с активным шумоподавлением, что вдребезги разносят Apple, Bose, Jabra, Amazon и даже Samsung. Ну, в общем-то, и остальных тоже, они работают всего по 5 часов. А Sony просто взяла и добавила ещё 3. Вот что такое инновации. А ведь время работы ещё и увеличится до 12 часов, если вам не нужно шумоподавление, а самого кейса хватает на полные 2 зарядки. Получается, мы говорим о 24 часах с активным шумоподавлением и 36 часов без него. Поскольку мы снова начинаем путешествовать чаще, эти цифры оправдывают цену в 279 долларов. И, кстати, кейс можно зарядить беспроводным способом и через USB-C. Что касается звонков, то в наушниках есть два узконаправленных микрофона и датчики костной проводимости. Если верить Sony, то они помогают понять, когда вы говорите, а когда нет. Чтобы понять, как это работает на практике, давайте вернёмся к Беке. Тест микрофона, говорите? Начнём с Galaxy Buds Pro. Ну а теперь Sony VF-1000XM4. А это уже что-то необычное, а Soundcore Liberty Air 2 Pro. Подключайте воду. Вам всем нравится этот тест, я не знаю почему, было бы логично её на ветру проверить, но окей, давайте так. Если вы не поняли, то я включила воду, чтобы проверить, как наушники справляются с шумом. Да уж, когда вы слышали меня в этих соньках, всё казалось каким-то приглушённым и не очень объёмным. Может быть, они и прошли тест раковиной, но всё равно. Я не могу сказать, что здесь отличное качество записи. Возможно, вы скинете это на отсутствие палочки, как в AirPods, либо как и в Liberty Air 2. Но ведь в Galaxy Buds Pro тоже нет таких штуковин, при этом качество звука неплохое. Так что не в этот раз. Как мы поняли, наушники не идеальны. Есть недостатки, о которых вам стоит узнать. Во-первых, наушники могут быть подключены только к одному устройству. Сейчас за 21 год, но почему-то только Jabra освоила мультиподключение. Sony знает, как это работает в полноразмерных, но почему-то не перенесла функцию сюда. Странно, что при цене в 280 долларов Sony оставила это без внимания. Были и софтверные ошибки. Пару раз они глючили, и появлялся звук, как в зависающих видеоиграх. Иногда подключался только один из наушников, приходилось обратно их запихивать в кейсы и заново доставать. Но проблемы не были частыми, и Sony славится тем, что постоянно добавляет обновления. Вот мой вердикт. Sony VFXM4 — это наушники с лучшим шумоподавлением на сегодняшний день. Холостные амбушюры вкупе с процессором наконец-таки победили Bose. Ну а также это True Wireless наушники с лучшим звучанием в своём классе. Также они могут составить конкуренцию по времени работы, и у них есть водозащита. Вообще нет необходимости покупать такие дорогие наушники с активным шумоподавлением, но если вы желаете, то вы получите незабываемый опыт. Sony вернули свой трон, но главный вопрос — а надолго ли? Я же прощаюсь ненадолго, так что ставь лайк, подписывайся на канал, пожалуйста, поставь лайк обязательно. Обязательно ставь лайк. Ну а пока что пока. О, мой гад, я couldn't watch. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок